МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ни говорите, а для Афипса этот сезон уникальный. Как бы не закончился в итоге заочный спор за первое место с Армавиром, команда уже второй раз обновляет таблицу своих рекордов. Сначала 6 мячей в игре с Анжи 2, а теперь и вообще 8. Во встрече с Кубанью 2. Смотрите и сегодня. Центральный матч 23-го тура в Новороссийске в пользу Армавира. Избиение младенцев на Андрей-арене. Дождливое поражение биолога в Майкопе. Краснодар проиграл Чертанова в финал турнира памяти Вахрушева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 23-м туре в Новороссийск приехал Армавир. Команда которой очень нужны победы в каждой игре. В отличие от хозяев поля, которые вот уже который год балансируют на грани большой задачи, но все время останавливаются возле нее. Вот и на этот раз за 12 туров до конца турнира можно уже делать выводы. У черноморца остались только локальные интересы в сезоне. Отрывы большие, плюс некие проблемы были со сменой тренера. Хотелось бы, чтобы поборолись за третье место с молодежью Краснодара. И при этом не покидает ощущение, что уж болельщики-то новороссийские заслужили лучшей участи. Даже в этом безвремени свой стадион они заполняют. На игру с Армавиром, в которой их команда не была фаворитом, пришло полторы тысячи человек. Из этих полутора тысяч, кстати, гостей было не очень много. Армавирцы, разумеется, приехали и своих поддерживали. Турнирная ситуация сейчас просто диктует необходимость 12-го игрока. У черноморца и Армавира свои давние счеты. Портовики, скажем, последний раз обыгрывали Армавирцев в августе 2014 года. Причем в гостях и торпеда. После переименования Армавир во всех матчах сильнее черноморца. Интересно, что ту победу новороссийцам принес Семен Синяцкий. Да и не как раз радующий своими голами армавирских болельщиков. Я уже здесь играл полтора года, так что, в принципе, здесь все хорошо. Все отлично, такие же болельщики. Хотелось бы, чтобы, конечно, футбол в Новороссийске просветал. Уже в дебюте встречи мяч побывал в воротах хозяев, но гол защитника Алексея Соловьева был отменен из-за офсайта. На 26-й минуте Каха Халваши уронил недалеко от своей штрафной Магомеда Гугуева, и гости мастерски за это портовиков наказали. Подача Аслана Дышекова нашла голову Эдуарда Суханова, и счет в матче был открыт. Мы проводим много времени на искусственном поле, поэтому, переходя на настоящее, мы, в принципе, как бы трудно переход этот ощущаем. Ну и сегодня была очень вязкая поляна, и, к сожалению, приходилось немного упрощать игру. Второй тайм начался, как и первый. То есть мяч побывал в левых воротах Новороссийского стадиона. Послал его туда самый активный игрок черноморца Николай Бояренцев. И снова судьи усмотрели пусть и микроскопически, но офсайд. В середине тайма арбитр увидел игру рукой Кахи Халваши вблизи своей штрафной и назначил очень опасный стандарт, с которого Аслан Дышеков счет и удвоил. Игра таким образом четко показала нам героя и антигероя в лице 33-го номера Армавирцев и 19-го портовиков. В концовке в игру еще прибавились нервы. После контакта с Новороссийцем Анатолием Пуляевым Семен Синявский неожиданно упал. Игру остановили и начался небольшой междусобойчик, итогом которого стали две желтые карточки. Причем для защитника черноморца она стала красной. Так хозяева в довершении к своим бедам еще и остались в меньшинстве. Но нет худа без добра. Удаление команду разозлило. И она стала играть лучше, чем в полном составе. За две минуты до финального свистка давление черноморца материализовалось в пенальти, который заработал собственной ошибкой армавирский вратарь Максим Матюша. Через мгновение Станислав Резников переиграл его с 11-метровой отметки. Но большего финальный штурм новороссийцам не принес. Армавир одержал минимальную, очень непростую и важную победу. Конечно, обидно проигрывать. Понимаем, что по этой игре должны были очки брать. Но вот все в купе, то, что было, и те ошибки, которые мы совершили, они не позволили нам сегодня добрать хотя бы очко. Игра в целом для нас сложилась непростая, но мы не ожидали, что будет легкая прогулка. Потому что Черноморец в следующий день для лучших командов велика считает. В это же самое время основной конкурент Армавира, футбольный клуб Афипс, вовсю куражился над Кубанью-2. И без того молодым желто-зеленым непросто набрать обойму на каждый матч. А тут еще игра совпадала с матчем основной Кубани футбольной национальной лиги. 70 минут желто-зеленые играли неплохо, с вполне приемлемым для себя счетом. Даже гол забили. Его автором стал Никита Скуридин. Но затем устали, рассыпались и пропустили еще пять мячей. Особо отличился у Афипса Артем Геворкян. Кстати, бывший игрок Кубани. На счету Афипской десятки три гола и три голевых передачи. Еще два гола на счету Александра Подбельцева. По разу отличились Руслан Джамалудинов и Дато Черткоев. В итоге еще раз повторимся 8-1. С одной стороны исторический рекорд результативности, с другой такой же исторический конкурс. Во что-то среднее между футболом и водным полом пришлось играть новокубанскому биологу в Майкопе против Дружбы. Сильный дождь привел поле просто в негодность, и команды больше на нем мучились, чем играли. Уж точно ни о каком комбинационном футболе речь вести нельзя. Вряд ли бы на нормальном газу не допустил такую ошибку защитник гостей Азамат Кокоев. Подарком воспользовался игрок Дружбы Тофик Кадимов, который забил гол, оказавшийся в итоге победным. Во втором тайме Кокоев в подобной ситуации подарил момент Анзору Ашеву. Но полузащитник хозяев не смог в этот раз укротить высокую майкопскую волну. Краснодар-2 принимал на полях своей Академии Махачкалинский легион Динамо, команду которой в этом сезоне вполне себе середняк зоны юг. Еще осенью академики щелкали таких соперников, как семечки, но сейчас с более молодым составом вынуждены дома терять с ними очки. Голов в этом матче не было. То, что забивать команды в игре не собираются, они наиболее ярко подтвердили на последней минуте первого тайма. Сначала Ислам Акаев буквально с метра умудрился попасть в штангу краснодарских ворот. Но еще дальше пошел Руслан Рзаев, который в ответной атаке с этого же метра пробил вообще мимо. Из других матчей отметим очередную победу Ставропольского Динамо. На этот раз над дублерами Анжи. Не скучно было и в Пятигорске. Четыре гола, четыре карточки за неспортивное поведение. Лидеры оторвались на 10 очков от всех. Отметим также, что Черноморец откатился на шестую позицию. Прошлогодний участник ФНЛ Спартак из Нальчика начинает бороться за бронзу. Внизу снова на последнем месте Кубань-2. И уйти с него будет трудно. Интересно, что у Ставропольского Динамо в обозримом будущем две домашние игры против Армавира и Афипса. В седьмой раз на полях Академии футбола футбольного клуба Краснодар проводился турнир памяти Сергея Вахрушева. Первого главного тренера команды и первого руководителя селекционной службы клуба. Турнир традиционно собирает 16-летних мальчишек не только из России. Это своеобразный смотр талантов. И это тот возраст, в котором уже эти ребята достаточно близки к юношескому футболу и может быть с прицелом на взрослый. Турнир позволяет им сравнить себя с их сверстниками из разных стран, из разных школ футбола. Пять последних турниров выиграли молодые академики. Все ждали от них победы и в этот раз. В 2018 году в турнире участвовали 8 команд. 4 российских и еще 4 из Турции, Казахстана, Белоруссии и Болгарии. В матче-открытие краснодарцам противостояли молодые игроки Казанского Рубина. Сначала краснодарцы удивили тем, что быстро пропустили. Шанс отразить такой удар у вратаря Мухина не было. Пришли в себя хозяева на 15-й минуте. Судья увидел фолл штрафной гостей и удалил нарушителя. Академики с точки забили, затем забили с игры. А нарушитель в игру вернулся во втором тайме. Благодаря президенту Краснодара. Там подошел Галицкий к нашему тренеру. Он говорит, типа, пенальти было, но красной карточки нет. И он говорит, давайте мы вам игрока добавим. Мы согласились. Впрочем, возвращение удаленного игрока во второй половине казанцам не помогло. Хозяева отличились еще трижды. Один раз пропустили, но все равно победили крупно. 5-2 итоговый счет игры. Во второй игре краснодарцы не испытали больших проблем со сверстниками из Минска. Счет 8-0 говорит сам за себя. Два гола забил Михаил Берсенев. Еще шесть футболистов отличились по разу. А вот в третьем матче пришлось помучиться со школой Алма-Атинского Кайрата. Игра получилась зрелищной и завершилась 3-2. У краснодарцев отличились Ислан Губжоков, Егор Новиков и Олег Азнабихин. Но два самых крепких соперника ждали Академиков в полуфинале и финале. Сначала был тяжелый, почти без моментов, матч с турецкой школой Алпин-Орду из Измира. В финал Краснодар вывел единственный мяч забитый Сергеем Волковым. И вот, наконец, главный матч против подмосковного Чертанова. Академики начали для соперника просто убийственно. На 46-й секунде они вышли вперед после красивого гола Богдана Рейхмана. Фланговая передача, там наш старый нападающий сбросил, я в одну касание прибил. Ну, бил нацелено и попал. Но в первом тайме это был единственный запоминающийся эпизод. А вот второй начался с холодного душа. Банальная подача с правого фланга привела к неуверенной игре защитника и вратаря, и ответному голу Максима Савельева. А еще через три минуты у хозяев зачем-то сдали нервы. За прямой удар кулаком Егор Новиков получил такую же прямую красную карточку. В первую очередь я бы хотел извиниться за поведение наше, которое мы сегодня устроили на поле. Но это все на эмоциях. Я думаю, нас тоже можно понять. В дальнейшем мы будем просто больше работать и будем сильнее. Через 10 минут было и второе наказание за грубость. Александр Мелехов убежал с центра поля 1 на 1 и Чертанова вперед вывел. Наконец, еще через 5 минут Максим Савельев делает дубль. 3-1 за 9 минут до конца матча. Можно ли это считать приговором? Академики постарались вернуться в игру, забив за минуту до финального свиска со штрафного. Красиво это получилось у Алана Геоева. И вот в эту минуту у Краснодара был еще один супершанс. Но забить еще раз хозяевам турнира было не суждено. Во второй раз в истории главный приз покидает Краевой Центр, чемпионом становится Чертанова. Ну я доволен и результатом, и очень рады за то, что пригласили на этот замечательный турнир. Турнир просто на очень хорошем уровне проведен. Будете приглашать, будем приезжать. Игра в финале получилась достаточно боевой такой. Я думаю, что все зрители были в тонусе, скажем так. Говоря о других командах, которые понравились на турнире, стоит упомянуть Алтына Рду. Турецкая команда стала в итоге третьей. Итоговая таблица Вахрушевского смотра на ваших экранах. Эта программа подводит итоги первого весеннего футбольного месяца. А во втором, в апреле, нас ожидает возвращение чемпионата Краснодарского края и новый чемпионат страны среди женщин. Смотрите нашу программу и следите за тем, чем живет край футбольный. Редактор субтитров А.Семкин